друзья всем привет вы на канале рыбацкий рейд сегодня мы отправляемся на поиски не только хорошего улова но и хитростей которые сделают рыбалку комфортнее я много лет провел у воды изучая ее секреты и готов поделиться с вами 10 лайфхаками которые точно пригодятся как новичкам так и бывалым рыболовам приготовьтесь записывать будет интересно знаете как это бывает приезжаешь на рыбалку а снасти разбросаны крючки путаются знакомо чтобы не превращать рыбалку в раскоряку я использую обычные пластиковые контейнеры в них удобно сортировать крючки по размеру хранить поплавки грузила карабины все под рукой и ничего не теряется а главное такие контейнеры защитят ваши снасти от влаги и повреждений комары вечные спутники рыбаков особенно в самую жару но не дайте им испортить вам удовольствие от рыбалки я всегда беру с собой репеллент но не простой а на основе натуральных масел он эффективный и не вредит природе нанесите его на открытые участки кожи и наслаждайтесь рыбалкой безнадоедливых кровопийц думаете для хорошей рыбалки нужны дорогие приманки а вот и иногда самый простой подход оказывается самым эффективным знаете что я использую обычный хлеб просто скатываю из него небольшие шарики и насаживаю на крючок это незамысловатая приманка отлично привлекает мирную рыбу такую как платва карась или карп а вот вам совет как не захламлять берег и сделать полезную вещь не спешите выбрасывать пустые пластиковые бутылки они могут пригодиться на рыбалке знаете как из них получаются отличные самодельные поплавки просто отрежьте верхнюю часть бутылки переверните ее и прикрепите к леске такой поплавок не утонет и хорошо заметен на воде живая наживка залог успешной рыбалки но как сохранить ее свежей и активной на протяжении всей рыбалки я храню ее в переносном холодильнике да да вы не ослышались перед поездкой на рыбалку поместите наживку в контейнер с влажным мхом или травой и уберите в холодильник так она дольше сохранит свежесть и будет привлекательнее для рыбы знакома ситуация когда нужный крючок как иголка в стоге сена чтобы не тратить время на поиски я использую специальные органайзеры для крючков в них можно разложить крючки по размеру типу и даже производителю теперь найти нужный крючок дело нескольких секунд рыбалка это не только удовольствие но и контакт с природой а после работы с рыбой или наживкой важно тщательно вымыть руки поэтому я всегда беру с собой бутылку с водой и мыло так я могу быть уверен что мои руки чистые а я не нанесу вред своему здоровью старые газеты это не только источник информации но и полезный инструмент на рыбалке я использую их для чистки рыбы просто растилаю газету на земле или на столе и все чешуйки остаются на ней они разлетаются по сторонам быстро удобно и экологично летняя рыбалка это прекрасно но палящее солнце может испортить все удовольствия чтобы не получить солнечный удар я всегда создаю себе тень это может быть зонт навес или просто густые кроны деревьев в тени можно отдохнуть от жары пообедать и просто насладиться природой казалось бы какая разница в какой обуви идти на рыбалку но поверьте от правильной обуви зависит многое я выбираю удобную и непромокаемую обувь которая защищает мои ноги от влаги камней и других неприятностей ведь комфорт на рыбалке это залог хорошего настроения и как следствие отличного улова вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка надеюсь эти простые но действенные советы помогут вам сделать вашу рыбалку еще комфортнее и результативнее помните что главное в рыбалке это не количество пойманной рыбы а удовольствие от процесса и единения с природой делитесь своими хитростями в комментариях подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые выпуски до встречи на водоеме